Валерий Курас 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 На заючь, как каждый день, дети хотели отвезти своих близких друзей. Дом птаси лежал под деревом разбитым. Шпачков не было. Змартвенные дети принесли будку до класса. Кто выбрал Писклента. Кто это мог сделать? Преcież о будке вiedzяли только дети. А может сделал это кто из нашей классы? Писклента выбраны из гниазда сгинут. Писклента. 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 Писклент. 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 Жанкови, кажется, что им тут хорошо. Объеда их часто, приносит им едение. Не все, но пташки, хотят ешь. Сырочные и смутные. Сырочное им жить в неволе, без солнца и без опеки родителей. Следующий день в школе была лекция природы. Дети узнали, что шкодливые овады нисчат наши сады, пола и ласы. Овадов этих есть очень много. В шкланих габлотках лежали гонсеницы, колоровые мотыли, а обок галузки знижчоных древ и листья обедзоне через жарлочные овады. В ладце з ними помагают человеку птаки, которые зжадают незличное количество жарлочных шкодников. Секала была лекция. Аж трудно уверять, что например дзяньчоу есть таким прекрасным лекарем древ. В домовых заданиях дети с прежнением писали. Готовь заживание птаки. Они с нашими спримирянецами. Птаки нисчат шкодники садов, пул и ласов. Птаки зажитов поволи заполнялися старанне писанными зами. В классе Юзя читала. Вем, что птаки сомпожиточны. Но я кочам я еще за то, что птик не спевают. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok